Всем привет из Енисейска, меня зовут Ольга. Сегодня пройдемся по центру, потому что есть две новости, которые я хочу показать. У нас тут два дня шли дожди, практически не переставая, а сегодня солнышко и хорошая погода, поэтому можно пройтись в школьнике. Последние дни, можно сказать, отдыхают, качаются на качельках. Вот это здание многострадальное, его кто-то уже заселил. Мне кажется, что-то там с художниками связано. Мы его более-менее привели в порядок. Очень-очень долго с ним работали. Вот сейчас оно обживается. Я хочу показать здание присутственных мест. Я его уже показывала, что там уже давно требуется ремонт. И они три года, да, буквально три года ждали, когда им сделают проект, потому что это памятник. Ну вот, дождались. И сейчас там начали делать ремонт. Все зеленое. Траву не стригут. Это такое личное дело каждого. У нас модно стало стричь траву возле дома. Постоянно эти косюки жужжат. А вот в центре как-то не очень. За этим следят. Вон этот трехэтажный дом. Это вот здание присутственных мест. Вон поставили забор. Поставили леса. Сейчас ремонтируют. Я уже как бы говорила, что я не рассчитываю на реставрацию. Потому что с реставрацией все очень печально. Но хотя бы ремонт, чтобы хотя бы не развалилось. Можно прийти, да. Вас пропускают. Здесь был центр занятости. И он временно переехал, пока здесь будет ремонт. Везде лужи. Большие и маленькие. Вчера было так свежо. Такая приятная атмосфера. Но похолодало сильно. Конечно, с одной стороны хорошо, когда свежо. А с другой плохо, что холодно. Хочется еще летом. А центр занятости переехал в то кирпичное здание. Тоже временно. Там была редакция Ленесейской газеты местной. Не помню, как она называлась. По-моему, Ленесейская правда. Теперь они временно вон там располагаются. Ну и хочу еще кое-что показать. У нас открылось новое кафе. Такое тоже долгострой. Очень-очень долго его строили. Не знаю, почему. Но вот недавно оно открылось. Прямо с видом на Ленесей. Сейчас дойдем, покажу. Вот это место я уже тоже показывала. Теперь все закрыто забором. Это все ужасно, конечно, когда все закрыто заборами. Ну, хотя вот есть разница между вот этим забором и вот, например, тем забором. По-моему, никакой. А тут, когда этот забор поставили вокруг стройки, кто-то пожаловался, типа вот испортили в городе вид, поставили железный забор. Так что жаловаться, когда полгорода в железных заборах. Я не знаю, кто это контролирует. Контролирует ли вообще. Но тут точно жаловаться не на что. Потому что здесь вот так много. Летом везде хорошо. Вообще, я была в Красноярске. Недавно там кое-что поснимала. Жара была ужасная. Ужасная духота. Очень тяжело находиться на улице. Очень тяжело говорить. Но я все-таки смогла снять то, что я хотела. Жара в городе, это, конечно, что-то труднопереносимое. Тоже огромные тополя. Ну и вон впереди здание, которое тоже очень сильно требует ремонта. Это дом Кытманова. Бывшая больница. Я не знаю, будут ли его ремонтировать. Посмотрим. Вот тоже стоит вот эта вот фигня. По ней никто не ходит, потому что там все доски уже провалились. Там просто можно что-нибудь себе повредить. О, культура. Все должны наслаждаться. Потому что если ты ноги слушаешь, это как бы нечестно. Чтобы вся улица слушала. Посхищалась твоим музыкальным вкусом. Сейчас пройдем через детский стадион. Там он как-то хоть начал оправдывать свое название. Потому что там появились... Летом появляются разные детские аттракционы. Эти там развлекаются. Ну вот еще один. Ну вот, да. На что тут жаловаться? На еще один железный забор. Странно очень. Планета детства. Детский магазин. Машин нету. Машин. Вон сколько машин. По городу невозможно ходить. Да. Вот такой симпатичный желтый домик. Даже цвет такой. Ну, достаточно приятный. Такая скамеечка. А вот пришли. Вот тут есть вот такие штуки. Но они стоят постоянно. Это в дню города поставили. И вот такие. Они огородили заборчиком. Не знаю зачем. Здесь всегда проходил день города. Ну, всякие там масленицы и прочее. Но сейчас все это проводится в других местах. Вот. Тут вот такое стоит. Там поп-корн продают. Еще что-то. Вот такая горка. Вроде лето. На улице детей вообще нет. Ну, там только на качелях качаются. И здесь немного. Вот. Сцена. Что-то репетирует, наверное. Дети на улице не играют. Дети сидят по домам и смотрят в телефоны. Сколько зелени. Сколько зелени. Это самое главное преимущество после Енисея, конечно, что здесь очень много зелени. Это здорово. Здесь хороший воздух. В Кахнеярске с этим большие проблемы. Там помимо жары летней, там зимой еще не замерзает река из-за газ и высокая влажность и в жару, и в мороз. Это, конечно, сильно усугубляет ощущения. Ну, и плюс еще там проблема с экологией. Есть официальный режим черного неба. Пожарная часть. Вон собор. Сейчас покажу новое кафе. Вон там между школой и администрацией надо пройти. Там сейчас все заборы убрали, стало красиво, хорошо. Теперь тут можно везде гулять без ограничений. Можно ходить так и так. Потому что раньше там-там стояли заборы, прям на набережной. Вот такие же серые, как на той стройке. А сейчас все убрали. Поэтому теперь можно наслаждаться видами. Ну, цветочки посадили у школы. Вот это вот здание, я говорила, что про реставрацию. Сейчас покажу. Вот у него там все уже отваливается, наверное, видно. Вот все, что сколько там, в 19-м году сделали. Ну, конечно, уже время не так нормально прошло. Но я никогда не думала, что ремонт может быть одноразовым. Как-то думала, дольше должен держаться. Если получится, сейчас покажу, в чем там проблема. Вот тут траву стригут. Наверное, видно, как там все под кусками отваливается. Вон все, видно. Не очень, но видно. В общем, вот так вот делают ремонты. Так делают реставрацию в старинных городах, куда хотят привлекать туристов. Кстати, туристов много. Они здесь ходят регулярно большими группами. А вот сейчас идем... Ой, кто-то едет. Идем смотреть в Афе. Вот тут такой вид, это вот школа. Это вся ее территория огороженная. С забором. Красиво у них там. А вон кофе. А тут было другое кофе, называлось сказка. Деревянное такое же. Но им долго никто не пользовался. Но оно обветшало и его снесли. А вот теперь новое. Там что-то копает. Вот там еще площадочка какая-то детская. Вот сколько машин, машин, машин. Ну, вообще могли бы дорогу починить. Если тут все-таки администрация... Это районная администрация, да? Да, могли бы себе дорогу починить. Ну, забор еще не до конца убрали. Но уже все-таки. Вот такое новое кафе. Одно говорят, уже работает. И сюда ходят. Я там не была. Не знаю. Тут крутая скульптура есть. Вот такое. Понятия не имею, что она означает. Время работы есть. И вот такой вид. На Енисей. Отсюда. Мы здесь еще не все закончили, я так понимаю. Но уже можно прийти. Посидеть. Тут, наверное, будут делать какую-нибудь летнюю заранду. Ну, в общем, вот такой вид на Енисей красивый. Кораблик. Кораблик плывет. Ну, в общем, вот. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok